личные такие воспоминания, что когда я учился, я вдруг неожиданно для себя обнаружил, что что-то происходит, как-то все хорево стало, вообще непонятно, что как-то вообще тяжелые какие-то вещи по всем предметам сразу, но это была так сказать специфика от пеха и, так сказать, какой-то, может быть, по их собственной подготовке до того, да, то есть, вот, на третьем курсе действительно начался функциональный анализ, на третьем курсе то, что было по-моему, то, что мы вот сейчас примерно проходим, в пятом семестре, это еще тоже было, появились, еще какие-то курсы тоже такие весьма злобные, и, в общем, я вдруг ощутил, что математика, о которой нам рассказывают, она изменилась, просто вот до сих пор было как-то вполне нормально, ну, словно говоря, легко, а теперь что-то вдруг раз и стало тяжело вот, так, ну, вот имеется в виду, что вот если человек поступил на такую специальность, как ваша, ну, да, там, в первом семестре у него может быть некий культурный шок, если он, так сказать, не учился там в совсем хорошей математической школе, то ему это тяжело, потому что ни с того ни с сего, на него обрушивают какие-то вещи ну, достаточно, скажем так, с одной стороны абстрактные, с другой стороны все-таки далекие от школьной программы и вот поди ты разберись и освоися в этих во всех вещах ну, если я разобрался и освоился, то это и производит вот такой приводит к обому качественному некому росту, да вот, когда человек вот начинает какие-то стереотипы усваивать, как действовать он знает, как сложные его стремление стверждения он все воспринимает когда нам сейчас нужно что-то про определение в пределах написать, мы, так сказать, не задумываясь там ну, надо любого всего подберем, раз и то, без проблем а пирокузнику тяжело вот, так вот, возьмется в виду, что в четвертом-то семестре для желающих предлагается сделать следующий качественный скачок в своем, таком, как это сказать, научном образовании и в каком-то смысле еще больше повысить способность к восприятию, так сказать, еще более абстрактных конструкций и манипулированиями и, судя по количеству присутствующих, ну, они не все пользуются этой возможностью что, в некотором смысле, приводит к абсурдной ситуации когда ну, вот в цирке это можно наблюдать так, когда дверюшка, там, начинает отвечать вот на вопросы, типа, сколько будет там, 2-5, она там гавкает 7 раз в ответ вот, ну, то есть, это вот так выглядит, когда задают экзамен в четвертом семестре то есть, после эпохи, человек уже вот отключил свой мозг и говорит, не-не, я тут вообще ни при чем а ему говорят, не-не-не, ты, пожалуйста, нам изложи это цирка в этом Никодиме слушайте, о чем это? а можно было? вы прозвели по LPM вот мы там видели о повышении эквивалентности за то, что функции равны почти везде да там есть проблема, проблема в том, что у нас будет более чем счетная многость такая и трензитивность вот, когда мы вводим мы пользуемся тем, что ну, это счетность и мы можем высохнуть не, ну, как, ну, вот, если у вас X эквивалент на G, а G эквивалент на H то почему X эквивалент на H ну, вот, трензитивность нет, это понятно, но вот то, что там целая множество у нас больше, чем счетная какие проблемы? ну, это общекультурно общекультурную такую проблему создает что, когда мы, вот, более чем счетное множество пытаясь эквивалентовать по отношению эквивалентности то это, вообще говоря, неконструктивная вещь которая обеспечивается аксиомой выбора или каким-то еблонами то, что существует то, что я сделал, когда профитализовал значит, вот множество LPM красивое по этому отношению эквивалентности и сказал, что я отождествляю функции, которые почти везде равны взяв из каждого класса по дому-либо это вот делается аксиомой выбора которая, вот в этом месте без слова счетная она, как бы, принципиально неконструктивная пока у вас есть счетная вы говорите, введем нумерацию и вы можете чуть ли не алгоритм предложить как это строить когда множество стали несчетными такую штуку можно только строить отсылая их к аксиоме в смысле, так сказать, обосновывать существование такого объекта только потому что аксиома говорит, что это есть все пользуетесь есть, как это построить? никак ну, какие-то вещи похожие видели, что это это приводит к таким контруэктивным я же вам рассказывал трупную историю про шляпы где там, искать много людей и почти все угадают правильно хотя вроде бы, как бы, никакой информации у них нет вот, всякие такие штуки возникают с нарушением привычного привычного уже интуитивного подхода к вещам так что, не знаю вот, ответил я на ваш вопрос или на ваш или вы еще что-то другое спрашиваете ну, самое лучшее, как бы, если какую-то цепочку будем строить более чем счетную каждый раз, как бы, переходя к эквивалентной какой-то что-то потом становится что такое построить более чем счетную цепочку да да, это то, что я только что жаловался это вы берете, так сказать, произвольное множество а, говорите, вводим в нем отношение порядка, множество а, континуальное да, и мы после этого строим цепочку, то есть отображаем пространство икс, элемент уа, ставим соответствие то, что обозначается иксата, и говорим, вот иксата это такая обращенная последовательность по нормальным числам по-любому порядочного множества и и если такие штуки рассматривать, то, конечно, все сломается здесь это эквивалентность заточенного на то, что ну, счетную цепочку она обслужит несчетную, она, конечно, не обслужит ну, тут и не предполагается, что будет несчетной цепочки по отношению к коллекции а, между прочим, да, мы теперь переезжаем вот в этот, так сказать, сюжет это вот экскурсия в зоопарк была по обычной теории меры интеграла а сейчас, значит, вторая тема, которая у нас идет вот эти всякие пространства ЛП значит, чем мы там в прошлый раз занимались мы, значит, вот мы завели такие нормированные пространства значит, мы пространство ЛП строили таким способом мы берем и, значит, собираем вместе всевозможные измеримые функции ну, действующие на пространстве с мерой, да, из их самовы с чертой значит, от них требуется, чтобы значит, кроме измеримости они обладали таким условием суммируемости в степени П по Иксу интеграл конечен, оказывается значит, вот собрали такие функции из них построили множество у нас есть неравенство Менковского, которое говорит, что это множество, оно замкнуто относительно операции сложения и есть общее понимание, что если функцию умножили на любую константу то, конечно, она это пространство не покинет таким образом пространство получилось линейным и вот мы его превратили в нормированное пространство к сожалению, просто так оно отказывается превращаться в нормированное пространство потому что интеграл нечувствителен к изменению на множество меры 0 поэтому, если вы формально возьмете нулевую функцию и замените на множество меры 0 например, рассмотрите в R характеристическую функцию множества рациональных систем такая вполне сложная функция с точки зрения того вещественного анализа, который у нас был в смысле этого пространства это не существенная замена что на всех рациональных точках теперь какие-то другие значения имеют это как-то мелочь какая-то в смысле теории меры и вот это привело к таким достаточно серьезным изменениям мы сказали, что мы факторизуем это пространство по отношению эквивалентности отождествляя функции, которые совпадают почти везде между собой из каждого класса эквивалентности почти равны друг другу функции мы как бы оставляем одного представителя условно говоря и вот на множество представителей мы теперь работаем на практике это приводит к тому, что работаем-то мы по-прежнему с функциями мы просто держим в уме, что всегда можно эту функцию заменить на кого-то множество меры 0 и вопросы, которые мы при этом решаем, они на самом деле не зависят от этих замен поэтому недоразумений не происходит и в этом пространстве мы завили норму норма вольт-п это тот же самый интеграл, который я написал выше, но только дополнительная в степени единиц на п Неральность Митковского говорит, что Неральность треугольника для этой нормы выполнена и поэтому вот ура значит, для чисел p больше либо равных единицы мы приобрели некое нормированное пространство еще у нас есть отдельно определяемое пространство и бесконечность оно в некотором смысле родственно им потому что это в каком-то смысле предельный переход по той при постремящимся к бесконечности ну, вот оно определяется чуть-чуть по-другому значит, там тестом нахождения в это предварительное пространство и бесконечность является, кроме измеримости условия того, что существенный супрамум конечен ну, модуля функции то есть функция при почти всех x существуют верхние границы, да? существует такое число c, что при почти всех x от x ну, а здесь просто пишут оптимальную верхнюю границу ну, ладно хорошо, да так вот, значит, измеримые функции с этим требованием образуют пространство легко сообразить, что оно тоже линейное и самая история говорит, что давайте его просто факторизуем тут нет интеграла но существенный супрамум тоже не чувствует изменения она значит умера 0 поэтому, как бы при факторизации идея, что давайте возьмем элемент отсюда то есть в такой класс посчитаем для него существенный супрамум решается очень просто возьмите класс возьмите одного представителя посчитать существенный супремум у всех других тот же самый и в этом смысле существенный супремум определен не от индивидуальных функций а от разных ее классов ну, замечательно значит, вот в этом факторе пространства мы тоже определяем норму которая называется нормой бесконечность вот ну, как существенный супремум так хорошо вот вот мы завели такие пространства и даже чуть-чуть посмотрели на тему о том значит, если x-пространство конечной меры ну, x-конечная то там как-то вот эти пространства то и p вложены друг к другу чем меньше индекс тем крупнее пространство такую штуку мы обсудили теперь давайте еще один вопрос такой совершенно ну, такой обзорный можно сказать вот по какому поводу вот по какому поводу значит, получается так что вы теперь можете говорить что рассмотрим последовательность функций в каком-то из этих пространств и вы можете говорить давайте перейдем к пределу в этой последовательности что это значит ну, как положено в нормированном пространстве это значит норма разности вот это это означает ну, по определению что норма разности fn-f стремится к нулю ну, вот в каком пространстве вы сидите такую норму берете и значит вот значит, отслеживаете ну, в частности получается что очень много новых понятий сходимости у нас до сих пор fn-f в нескольких простых смыслах мы знаем что у нас есть поточечная сходимость знаем, что есть такая супер улучшенная поточечная сходимость если уж так повезет потом мы смирились с тем что в теории меры ну, может быть надо, наоборот, ухудшить поточечную пусть она будет почти всюду то есть такая сходимость почти везде и еще есть одна сходимость которую вы говорили это то, что сходимость по мере считайте, пожалуйста, при каждом эпсилоне где где отличаются ваши функции и вот если эта штука стремится к нулю то мы говорим что fn-t сходится как fp вот вот у нас такие вещи и тут вот сразу целая серия непрерывная серия запрограммализованная вещественными числами от единицы до бесконечности да и еще плюс сам значок бесконечности тоже можно вот такая вот серия новых норм которая порождает серию новых сходимостей ну ну да ну на самом деле тут так сказать самые востребованные технические случаи это p равно единице двойки и бесконечности во всей этой истории но общее понимание пространства вообще-то, что это угадок так сказать, правильно ставляет акцент ну а кроме того ну так сказать, функциональными и другие p тоже используют так, хорошо вот я хочу сформулировать такое вот утверждение такое у вас созерцательного плана которое хотя бы чуть-чуть устанавливает связи между вот этими разными совершенно видами исходимости теоремы у нас какой-то кусочек из этого мы обсуждали перед теоремой линейки на предельном переходе под маркером интегралов теоремы расходимости lp и по мере значит, мы разбираем случай когда p конечное единица до бесконечности она получает значит, здесь пространство x1 мы построили пространство lp мы построили пространство lp берем исследовательность fn приближающую пространство lp ну и вот про это я формулирую несколько утверждений так сказать первое утверждение пусть нашлась такая функция f приближающая в том же самом lp для которой выполняется что fn сходится к f в пространстве lp еще раз это несколько непривычно звучит сходится в пространстве lp но это значит что вот норма разности стремится к 0 то есть это значит я тут вот эту черновую доску использую то есть это значит что про функцию fnl мы знаем такую странную вещь если вы пишете интеграл разности в степени p в степени единица на p то эта штука стремится к нулю вот это дано то есть функция fn приближается к f поэтому там под интегралом более-менее выражение с ростом лп еще меньше и меньше и результат стремится к нулю в принципе если p конечное число у нас на конечное число то можно даже довозвести это дело в эту степень и вот это вот не писать сходными данными является что вот такие интегралы стремятся к нулю вот такая последствия функциональная связь построена на таких интерпретациях говорят какие-то такие простые вещи например на первом курсе они распробуются в терминах достаточно тяжеловесных более серьезную форму которые записывают уже с интегралами там еще как-то сложно вот значит я хочу сказать что тогда вы можете быть уверены что нет местосходимость по мере и сходимость я уже примерно откомментированной на л.1 но я сейчас повторю в обратную сторону пусть у нас имеется исходимость по мере ну или даже здесь давайте уж тоже сюда запишем для полной картины может вместо этого пусть у нас что просто есть сходимость почти везде где есть сходимость по мере или не сходимость по мере а сходимость по счету пусть у нас потому что такое есть или как сходится как так сказать вариант другой модификация другая модификация этого утверждения значит ну мы уже так сказать такие вещи чуть-чуть обсуждали вот из того что fn сходится к f почти везде то есть вот под интегралом вот эта штука вроде как стремится к нулю совершенно не скажет что интеграл стремится к нулю это общий факт поэтому таких теоремов у нас уже мы говорили про теоремы о предельных переходах по одному кралу это уже сто раз отмечали поэтому кроме этого условия давайте добавим еще одно условие а именно и пусть выполняется вот такая штука существует функция g лежащая в lp в том же самом ну я вот как одно lp написал подробно а остальные lp это те же самые lp просто для краткости пишу сам не пишу это все существует такая функция лежащая в lp которая выполняет роль в теореме тоже Лебега при тех и переходит там тоже есть функция g которая называется суммировой мажоранта g выполняет роль мажоранта то есть она выполняет такую роль что при почти всех x выполняется неравенство f, n, t по модулю не превосходит g. Только в теореме о предельном переходе функция g должна от нее требоваться суммированность. То есть суммированность на нашем новом языке значит она лежит в l1. А здесь она лежит в lp, то есть это как бы суммированность вот такая. Вот такой интеграм, конечно. Не от модуля, а от модуля в степени p. Ну, то есть приходится, значит, теперь каждую строчечку так вот при расшифровке чуть-чуть более усложненно расшифровывать. Вот если это состоялось, то тогда у вас имеет место исходимость fn, t, f в ввод пространства lp. Вот такие два факта. То есть, значит, иными словами, исходимость lp, следующее исходимость по мере. Значит, если кому-то надо, то еще исходимость на последовательность как в общих полициях. А значит, ну вот тут написано, что исходимость цель по мере. Можно добыть сходимость lp, но это поскольку проинтегралы на самом деле утверждение, значит, нужны какие-то условия лп. Так, ладно, доказательства. Значит, первая часть, которую я уже фактически объяснял, ну, с поправкой на букву p еще не объяснял. Значит, давайте заведем множество xn. Это, ну, может быть, даже xn на t всего. Это просто такое множество, которое фигурирует, где нам написано, в определении пространства с мера. Я, кстати, здесь букву x пропустил, да, вот. Где-то здесь что-то не хватает. Вот, не хватает, и здесь xn. Ну, это было напоминание, что вы сходились по мере. Так вот, значит, здесь я вот это ровно и пишу. Это немножко тех точек из нашего пространства, где fn на с f больше. Это я просто взял, написал для краткости. Значит, и что нам нужно проверить? Нужно проверить, что если вы зафиксировали y, а это увеличиваете, то мера множества xn стремится в холью. Ну, давайте напишем, что такое мера множества xn. Вот, xn и xn у нас увеличение. Ну, из общих соображений это просто вы по множеству xn и y интегрируете единицу, естественно. Вот так. Я пишу эту формулу с интегралом, потому что, ну, потому что мне надо как-то зацепиться за формулами с интегралами. Так вот. А на нашем множестве xn модуль разности fn минус f крупнее, чем ε. Значит, модуль разности, у меня для lp все, значит, модуль разности fn минус f в степени p больше или больше равен ε в p. И я, значит, заменяю единицу в интегралу на вот это вот. fn минус f в степени p делить на ε в степени p. Это я пользуюсь вот тем, что на том множестве, которое меня сейчас интересует, интегрируемом, по которому происходит интегрирование у нас, вот оно так задавалось, что вот эта дробь там всегда больше она единица. Значит, если заменю, то увеличится. Ну и тогда получается, что что это такое? Это просто на этом языке. Единственное, что мы вносим на скобочку. А интеграл, который там остался, это вот этот самый модуль разности в степени p. Это lp норма только вот с изжитой степенью. То есть это норма разности fn минус f в пространстве lp, довозведенная в p в эту степень. Это равенство просто. Я тут ничего выпущу. Да, только нет, извините. Наверное, надо... Ну, то есть, все-таки, когда вы интеграл считаете в lp, ну, вы же интегрируете по x. А здесь по x, а не все, он так что виноват. Ну, либо сразу пишем неравенство, ну, либо мне не лень, я напишу. Я сейчас это же выражение напишу, только сначала предварительность. Я подменю единицы на и все, он вынесу. И xn заменю на x. От этого я просто увеличу множество интегрирования. Под интегральное выражение положительное. Пусть оно увеличится. Ну и все. И теперь возвращаюсь к той записи, которая была. Это уже единица на ε вp на норму fn минус f. Норма в пространстве lp и норма возведена в плотную степень, потому что интеграл без плотной степени. Ну, так где сказано, что fn, t сходится к f, то есть вот эта штука стремится к нулю, в этой степени тоже стремится к нулю, и ε фиксирован тоже стремится к нулю. Считается, стремится к нулю. При n стремящемся к бесконечности. Ну и все. Значит, я по числу ε построил множество, и вижу, что его с ростом m мера такого множества стремится к нулю. Это и есть сходимость по мере. Теперь сходимость по мере. Оно. Так. Хорошо. В другую сторону. Значит, ну я доказываю для меры, на самом деле для этого еще проще, потому что первое, что я делаю, я все-таки целюсь в теорему Лебега, а в теорему Лебега целюсь так. Я говорю, если сходимость по мере, то давайте ограничимся в последовательности, вдоль которой имеется сходимость, но подпоследовательность, значит, это будет царем Морисона Брэнш. Так можно. То, что fn сводится к f, значит, существует последовательность А, для которой fnk, то есть, сводится к f почти везде. Ну и если вы альтернативный вариант рассматриваете, то вам просто... Это подпоследствия реально. Это просто на самом деле вся последовательность. Хорошо. Ладно. Значит, раз так. И вы знаете, что fnk не превосходит g, то в этом неравенстве вы можете сделать предельный переход. Значит, у вас и f будет не превосходить g. Значит, это f лежит в льппе. То есть, еще раз, тут вот fn-ты, вот они сказаны в общий контекст. Они выбираются в льппе. Они сходятся по мере. Куда они сходятся? Особая сходность. Может, они сходятся куда-то за пределами, чтобы просто там ставить p. Так нет. Вот, судя по всему, вот в этом месте устанавливаем, что f лежит в льппе. Как мы устанавливаем? Ну, как? Когда мы пытаемся возвести f в степени p, мы можем сказать, что этот интеграм не превосходит интеграму от g. От g в степени p. Ну, а поскольку g лежит в льппе, этот интеграл конечен. g в степени p. Жене отрицательно, судя по тому, как оно тут подано. Оно больше в рано модуля. Когда вы интегрируете функцию g в степени p, раз она лежит в льппе, то это просто попытка посчитать ее норму. Ну, то есть, по той степени. Так, хорошо. Значит, таким образом получается, что я пока сделал такой вывод, что в обоих случаях, и в том, который дан, и в запасном, мы сразу же приходим к выводу, что предельная функция лежит в пространстве fp. Ну, а дальше, опять же, то, что нам предлагают здесь сделать вывод, это вопрос о поведении вот такого интеграма. То есть, это вопрос о предельном переходе под знаки интеграма. И нам говорят, что тут вот что-то такое, типа, малеранты есть, значит, и нужно сделать предельный переход по знаку интеграма. Ну, значит, мы пытаемся нашу основную теорему о предельном переходе по знакам интеграма, с этим, или бегом, применить сюда. Применяю. Значит, я тогда имею очевидное неравенство, что fmt минус f в степени p превосходит, ну, как бы в модуле разности оцениваю, как сумму модулей, значит, каждый модуль не превосходит g, значит, сумма двух модулей не превосходит g, значит, не превосходит 2g, и это потом в степени p. Ну, эта штука, это суммируемая функция. g в степени p, только что я объяснял, что функция g в степени p выдает конечный интеграл, когда вы видите, значит, это суммируемая функция. Ну, и тогда получается так, значит, вас интересует, как ведется модуль разности fn t минус f, ну, вот и p норма, да? Как она себя ведет. Ну, давайте ее по этой степени писать, чтобы не писать дополнительно вот эту вот, вокруг степени 1p. Мы хотим норму, да, и приходится 2 степени 1p, тогда однородность нужная будет, да? f умножили на 10, норма умножить на 10. Без этого она умножить на 10 в степени p, не будет выполнена основная штука нормы, да? Так что вот эта 1p, она, с одной стороны, как бы, ну, вот, нужна, с другой стороны, в формулах она создает опомаруку, поэтому, ну, вот, частый прием, давайте не просто норму считать, а норму в этой степени. Значит, получается, что это просто интеграл fn t минус f в степени p по x. Все померяем. Ну, интегрируется в других мер, не бывает. Ну, и что мы тут видим? Ну, значит, мы видим, значит, у нас вот это соображение было нужно только для того, чтобы понять всю предельную функцию режима трубы. а здесь мы видим, у нас есть два варианта теоремы Ливега. Теорема Ливега, которая говорит для сходимости почти везде, если fn t сходится почти везде, вот это запасной вариант, и имеется мажоранта, вот это, значит, вот эта разность, если у вас будет суммировать функцию к вашей степени p, ну, тогда это значит, что раз это раз стремится к нулю, то это раз стремится к нулю. Это теорема Ливега. Я ее сейчас, значит, применил для ситуации запасной, когда сходимость почти везде. Есть поднадророжение, сходимость почти везде, здесь поднадророжение почти везде стремится к нулю, и с строчкой выше следует, что для поднадророженных функций имеется, вот эта оценка с суммированным мажорантом, и тогда Теорема Ливега говорит, что вам кажется, что этот интервал стремится к нулю, потому что функция стремится к нулю, вы правы, да, он идет предельный переход. то вот это выражение стремится к интеграмму от нуля ну а если мы работаем с основным утверждением то надо в этом же месте использовать утверждение по тереме Лебега, тереме Лебега для предельного перехода по мнению я ее не доказывал, но я ее полностью выявил то есть дано, что fn-то в кольце к f дано наличие мажоранты что такое fn-то сходится к f это значит про функцию, которая вот здесь написана выполняет стремление к нулю ну или вот про такую функцию тоже будет выполнять стремление к нулю таким образом, значит, вот функции, которые написаны что-то интегралом стремятся к нулю по мере они имеют суммированную жаранту и поэтому теремия опять теремия Лебега тут вот про вот эту сходимость по мере вот это такая дополнительная мелкая деталька значит, fn сходится к f по мере то есть вот эта вот мера вот этой штуки стремится к нулю значит, если мы в этой же выражении напишем epsilon ну p, можно и epsilon в степени p написать то такая мера стремится к нулю всякая, при всяком epsilon такая штука стремится к нулю то есть, в смысле формулировок это значит, что функция модуль разности в степени p сходится к нулю по мере вот есть функция к интегралу, у нас сходится к нулевой функции есть мажоранта, значит, у нас сходится к интегралу, у нас сходится к интегралу по мере функции опять теремия Лебега здравствуйте, нет, конечно, но так, чтоб не изобретать просто вот у нас были какие-то иллюстрации на тему того, как там, когда мы обсуждали сходимость по мере сходимости почти везде иллюстрации, может, не сойтись, типа сходимость почти везде есть, а по мере нету ну вот, пожалуйста, уже годится этот пример вот вам vr, fn это е в степени x-n, вот такая вот штука ну и, соответственно, картиночка примерная, да, вот точка n, и в ней сидит такой вот этот гауссовый колокольчик значит, если n меняется, колокольчик уезжает вправо только я вот чуть-чуть перекошенный, что-то уже дважды нарисовал, он символичный, да еще меняется, еще уезжает вправо, вот и если вас интересует супрем, ну, вы как бы при всех n хотите, так сказать, померить вы хотите сказать, чего не превосходит fn, чтобы это работало, ну, там, при всех x, при почти всех x ну, такое ощущение, что это вопросик от x, это, ну, константа какая-то ну, значит, у вас положение колокольчиков, значит, шагом один, если нарисованы, да, ну, вот у вас есть вот этот некий минимум я хочу нарисовать текущее, так сказать, состояние колокольчика с шагом один значит, один колокольчик еще не до конца затух, начинается следующий, не до конца затух, начинается следующий то есть, вот есть вполне такая негулевая константа, то есть, вот эта штука, это чего? не так так, это функция, которая меняется это функция, это функция, значение которой принимают в диапазоне от константы, это там вот, если вы сидите между вот, два соседних колокольчика, они бывают вот настолько большими, ну, а вообще, если вы сидите в том месте, куда колокольчик придет, то там единица, то вот эта мажоранта, она реально будет всегда иметь положительное значение, во всех точках большие константы, поэтому она будет не суммирует ну, фактически, я нарисовал, значит, вот положение всех колокольчиков, и вот эта вот волнистая, так сказать, искусственная функция, это будет вот эта вот функция g, она будет не суммирует, как-то так ну, вот пример, который мы чуть-чуть знаем, я к нему еще вернусь в конце семестра вот мы знаем, в прошлом семестре считали интеграль еще такой, синус 1x делить на x нет, ничего, синус 1x делить на x назывался интеграл Дерихлиер, мы его каким-то фокусом считали, значит, когда возились с интегралами, это была просто иллюстрация, что с несобственным интегралом можно работать, какие-то оценки, сотни равенства, и вот вы выявили, в частности, такую замечательную теорему, что это равно кипополам ну, в принципе, значит, я могу ну, на самом деле, если я сделаю замену переменных, nx обозначен буквой t то это будет просто интеграл от награда бесконечности, синус t делить на t ну, из-за этого получается, что интеграл от n не зависит так кажется, что он от n зависит, нет, если вы сделаете замену переменных nx обозначен новой буквой, у вас вот здесь выскочит, там, значит, nx это t, значит, здесь выскочит t делить на n, и xdx выскочит в тот момент, и она сократится, границы останутся, и вы будете интегрированы это значит, что, в частности, например, вы можете здесь брать какую-то последовательность, какую угодно, а n любые числа сюда положительность ставить, и это все равно будет, как бы, интеграл равны кипополам ну, представьте себе, что вы берете эту последовательность, допустим, устремляете равен кипополам например, вот я в качестве n, чтобы не путаться, наоборот, поставлю сюда 1 ntx этот интеграл равен кипополам, это следует из того, что там что объяснить, да? с другой стороны, вот давайте попытаемся, о, сейчас мы по тиреуму забегу и посчитаем тиреуму забегу говорит, что, ну, смотри, к чему стремится от выражения ну, а к чему стремится от выражения? если x фиксировала, она n растет, то числитель еще меньше, 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 меньше 1 ntx попадает в интервал, где 0 до пипополам, и там синус t не превосходит t, то есть можно будет заменить на 1 ntx короче, это идет к нулю, вот эта функция стремится к нулю в любой точке x при любом x она стремится к нулю вот а интеграл не стремится к нулю, он всегда равен кипополам при всех n как ему это удается? мы же теорема о определенном переходе а они не работают, а как они не работают? а при попытке рассчитать мажоранту для таких функций еще такая функция синуса нын, удивительно значит, это вы берете 1x ну, и значит ну вот если бы, так сказать, просто синус был вы бы вписали этот синус, вот он бы вписался вот это 1x равная равная а, наоборот, она ужатая вот такая вот она получается такая, растянутая очень, да? при больших n она растянутая вот ну ладно, хорошо так вот, если вы пытаетесь для них подобрать суммирую мажоранту вот суммирую мажоранту результат не стремится к нулю это, так сказать, косвенное свидетельство если бы была суммируемая, то стремился бы а это не стремится так что, да, вот так так, хорошо и, поехали дальше тут, между прочим, в каком-то смысле я не знаю, насколько это человечество в какой-то момент это так более серьезно осознает ведь в чем проблема значит вот такой математики что вот я пишу вроде несложные формулы там, синус или вит на x но они несложные формулы, но или там, синус на x вит на x но их трудно визуализировать, да вообще точно вычислять эту штуку тяжело и графики строить аккуратно тяжело это тяжело, если нет компьютера если есть компьютер то набраться легко и поэтому, в принципе, может быть значит, вот всякие арифметические вопросы они у нас так сказать, зашиты на то, что мы их с легкостью решаем потому что мы знаем как да, значит одна пятая плюс одна седьмая у нас там можно подобрать какую-то практическую задачу где мы понимаем какой практический вопрос решается с вычислением, да ну или просто само все вычисления мы быстро делаем а с компьютером мы и такие штуки легко выводим и тогда получается что многие тяжеловесные, вообще говоря, вопросы если считать что вы смотрите на мир с компьютером который так настроен что вы быстро вот эти штуки умеете на него воспроизводить специально такой пакет загружен чтобы вот такие вещи сразу визуализировать то получается, что наука это простое станет ну вот тот недостаток собственных умений по вычислению и по построению графиков и еще по каким-то вопросам вам подменит компьютер он это быстро посчитает и покажет вам нужно только уже качественно ориентироваться что тут вот вы можете глядя на такие картинки по общему поведению функций говорить это получается, что наука с которой мы проходим она станет непонятно проще если бы у нас был такой вот практически значит параллельно практический курс на котором мы рассматривали бы всякие иллюстрации вот в компьютерном способе вам предлагается какие-то достаточно тяжелые вещи технические вычисления и прочие вещи вручную так сказать ну какие-то собственные навыки приобрести это да это здорово но с компьютером это тоже некая такая вот получается другая деятельность которая остается содержать и которая в некотором смысле она в некоторой степени обман создает вы видите поэтому в общем-то не нуждаетесь доказательств вам это и видно ну вот они маленькие все ясно стремятся что тут доказывать это становится предметом такой очевидности некой хитрической или еще какой-то оценочка это уже хитрее, а пока вот пронаблюдать, что должно стримиться к нулю, это запросто так, так это вот я о чем тут говорю, просто такая успокоительная речь на тему дальнейшего значит смотрите, я завел два нормированных пространства, ну два типа ИП, Приконечного и Бесконечного Пайф, теперь меня беспокоит вопрос а вот у нас же метрические пространства, когда я завожу, ну или в частном случае нормированные пространства, там они особенно хороши для всякого экономиза, если они полные если в них, так сказать, то, что должно куда-то стремиться, действительно может к этому стремиться, потому что такая точка в нашем пространстве изобретена давайте освежим этот вопрос, значит у нас есть такое представление о том, что такое фундаментальная последовательность последовательность коца сходящаяся в себе, значит это последовательность рассматриваемой в совершенно произвольно метрическом пространстве Х с метрикой ИП или если хотите нормированное пространство, можете взять, так сказать, линейное пространство какое-нибудь, ИЛЬ взять в нем норму, которая порождает метрику ну и пожалуйста, в нем тот же самый вопрос строить, поэтому, возможно, раз у нас пространства нормированные, то может быть, я буду писать фундаментальность в терминах норм. Расстояние между точками — это норма разности. Фундаментальность. xn — фундаментальная последовательность. Это значит, выполняется стандартное определение. В любом случае больше нуля существует номер такой, что если вы берете два члена последовательности с более крупным номером, так они оказываются рядышком. У нас есть стандартные соображения на тему о том, что фундаментальная последовательность ограничена. Что? А, для любых — это не ужасно, да. С ума сошел. Всё, всё. Ужасно. Что-нибудь другое. Что если она содержит сходящуюся последовательность, то она сходится, а если последовательность с самого начала была сходящейся, то она автоматически фундаментальная. Во всех этих, так сказать, свойствах, которые я перечисляю, вот нет такого, что если последовательность фундаментальная, то она обязана сходиться. Точнее, мы ожидаем такое свойство, но это свойство уже, так сказать, мы определим пространство. Либо оно в нём выполняется, либо нет. Вот пространство, в котором выполняется, значит, ещё раз, автоматически всегда будет верно такая вещь, что если xn сходится к чему-нибудь, к какому-то а, то xn фундаментально. Вот это вот всегда имеется. В обратную сторону этого нету. Значит, если выполняется обратная, из того, что всякая фундаментальная последовательность автоматически оказывается сходящейся к какому-то а, то есть это свойство в пространстве либо выполняется, либо не выполняется. Если выполняется, если выполняется, то пространство, ну вот x и вот l наше, l полное метрическое пространство. Ну, если вы говорите про нормированное пространство, то можно говорить про полное нормированное пространство, поскольку это, в конце концов, всё всё равно вот проедешь, да? Значит, вот, хорошо, пространство полное. Мы как в какой-то момент обсудили, что в rm это так. То есть rm является полным. Это была наша теория из первого семестра. В прошлом семестре у нас, значит, засветилось такое пространство ck, где k это компакт, там метрика какая-то на нём задана, да? Значит, и что такое ck? Это множество функций, которые действуют из k в r, которые непрерывны. Непрерывность поддерживает сложение и умножение на число. То есть это линейное пространство. И поскольку k компакт, то, значит, вот мы вдруг обнаружили, что можно рассматривать норму в этом пространстве, которое говорит, а, пожалуйста, просто посчитайте, ну, на самом деле, пишут с управленным общесоображением, что это максимум. Что может быть, это же максимум. Посчитайте максимум модуля f по вот этому вашему пространству k. Оказывается, что это склонируется нормой. И тогда получается, что вот это пространство ck с вот этой нормой Результат прошлого семестра — это полное нормальное пространство. И мы это проверили даже совсем просто. Я намекну, как мы это сделали. Мы сказали, ну, хорошо, вот пусть fn фундаментально. Ну, не знаю, может быть, лучше xn писать, но как-то к функциям привычнее fn. Пусть мы рассмотрели последствия фундаментально. Это значит, что вот для нее выполняется свойство фундаментальности, которое так или иначе означает, что норма разности, то есть максимум, fn t от x минус fn t от x, пока x бегает по k. Это я расшифровал вот это все. До сих пор я прятал переменную, а теперь достаю. Вот в фундаментальности самое последнее утверждение, что вот такая штуковина должна быть меньше ε. Она означает, что для любого x выполняется, ну, вот такое же утверждение, с такой же шапкой, утверждение про индивидуальные точки. Уполняется вот так, что для любого x существует номер, начиная с которого, раз уж максимум меньше ε, то и fn t от x минус fn t от x меньше ε. Это вот такое замечательное наблюдение. То есть, когда вы взяли последовательность функции из ck, которая является фундаментальной, оказывается, что в каждой точке x последовательность fn от x тоже является фундаментальной. Она, как сказать, поточечно фундаментальна. А раз последовательность значений в точке x фундаментальна, то она сходится. Существует предел fn от x при n стремящемся к бесконечности. Давайте его обозначим буквой f. Вот, замечательно. Я построил кандидата АТО, куда бы это могла сходиться вот эта последовательность. Она сходится, оказывается, к этому f. Ну и дальше надо, так сказать, довести это дело дома, объяснить, что f тоже лежит в пространстве ck и действительно туда сходится. Ну, это как-то автоматически получается. Потому что, разглядев тут вот это свойство, мы догадываемся, что там, на самом деле, это сходимость непростая, равномерная. Раз она равномерная, то она сохраняет непрерывность f, получается, непрерывные функции. То есть, действительно лежит в ck. И раз она равномерная, то сходимость fn к f и означает, что есть сходимость по норме ck. Вот такая история. Детали можете посмотреть в прошлом 7 лет. Значит, вот это все было. Так это я зачем такое длинное отступление делаю? Ну да, потому что сейчас вот у нас новые персонажи. У нас есть пространство lqr и l-бесконечность. Я хочу сказать, что они тоже полные. Ну, по поводу l-бесконечности хорошая новость. Оно полное. И хорошая новость состоит в том, что это упражнение. И это, действительно, упражнение, потому что, ну, так сказать, примерно вот все, что я говорил про ck, тут же сработает. Это про л-бесконечность. Не сработают только слова от равномерной сходимости, которые я упомяну. Хотя в л-бесконечной сходимости-то как устроено? Как там норма разности fn-f пишется? Ну, как супремо модуля, опять. Что такое норма fn-f, ну, fm, пространство l-бесконечности. Это supremo fn-fm. Это как бы, ну, почти то же самое, что max. То есть, на самом деле, все, что вы говорили про пространство ck, более-менее так, с мелкими изменениями и правильными коррекциями, будет относиться к пространству и бесконечности, поэтому это сработает. Вот. Это я доказывать не буду. К сожалению, про интегралы я тут вам ничего не говорю. А сходимость в остальных пространствах l-pa это свойство интегралов. Ну вот, хорошо, теория, но давайте доказывать. Значит, пространство их тут полное. Где fn, уже теперь все остальные значения. От единицы включая, до бесконечности. Ну, бесконечности не включая, поскольку мы их включили в отдельную пространство. Значит, 1 меньше это равно fn-бесконечности. И утверждается, что пространство l-pa. Ну, совершенно неважно, какая там мера. Ну, то есть, пространство полноценное, пространство с мерой. Пространство, сегма-алгебра и нормальная мера. Что-то на дизельное, да? Вот без этих фокусов, которые были в начале теории, когда там полукольцо или там объем какой-то. Нет. Всегда сегма-алгебра, всегда мера. Вот оно полное. Ну, доказательства. Значит, как, еще раз, в чем состоит полнота? Полнота состоит в том, что надо взять фундаментальную последовательность и проверить, что она в смысле нашего пространства к какому-то элементу пространства сходится, да? Хорошо, берем последовательность fn, пусть она будет фундаментальной. И будем доказывать, что она куда-то там сходится. Как это доказывать? Ну, вот, так сказать, отдаленно по этой схеме помедитируем над свойством фундаментальности, подумаем, подумаем, подумаем и каким-нибудь способом изобретем, как бы нам построить хоть что-то, что могло бы быть, взять на себя роль вот этого вот предела. То есть, в каком-то смысле, размышляя над фундаментальностью, добудем хоть какую-то возможность предельного перехода, чтобы вот fn, ну, хоть в каком-нибудь смысле, сформилась к f. После того, как кандидат найден, это уже такой бонус, что просто, все, уже шансы на успех 100%. Если хороший кандидат, то мы дальше уже точно проверим, что fn к нему сходится, и все поможет. Вот такая схема. Ну, хорошо. Значит, давайте. Значит, я эксплуатирую все время вот эту вот слость фундаментальности, возможность, чтобы легче было читать. Я сюда бубку f пишу, чтобы соотносить просто это с этим. fn, fn, ну, и норма всю другую дотельную норму. То есть, норма с индексом b, это просто, так сказать, для висточек, который никак мне пока не нужен. Ладно, значит, вот я начинаю играть в эту фундаментальность. Значит, я беру всякие ε, последовательно, 1, 2 и так далее. Может, лучше даже не 1, 2 единица, а по степеням двойки. Эксион равен 1, 2, 1 на 2 в первой степени. Существует такое n1, такое, что если вы берете при... Сейчас это что-то уже нехорошо. Так, например, вот так. При n равном n1 и k больше, чем n1. Ну, тут я должен брать... Вот я вот позволю себе больше гранома здесь брать, чтобы, так сказать, сразу оговорить, существует какой-то номер и разрешать в качестве n или m выбирать этот номер. То есть, мелкая поправка. То есть, вот номер... Одну переменную беру n1, то, которое назначено, а другую переменную беру больше. Для таких значений выполняется, что f... Не знаю, как это лучше писать. Ну, наверное, лучше писать как есть. n1 минус f като. Значит, n1. f-норма меньше одной второй становится. Это я вот... Применил фундаментальность. Вот это назначение ε вида 1,2. Хорошо, беру ε вида 1,25 в квадрате. Я аналогично пишу. Такое, что при n равном n2 и k больше n2 выполняется f с номером n2 в квадрате. f-норма меньше одной четверти. Значит, я, когда такое делаю, в тот момент, когда я рассматриваю следующую строчку и строю это n2, я всегда при желании могу его взять здесь дополнительно побольше. Это никак не отменяет так, что было. Значит, считаем, что n2 больше n1. Ну, и на каждый следующий раз, на каждой следующей строчке я буду поступать аналогично. Беру очередной ε, строю очередной nk, считаю, что он больше всех предыдущих. Ну, и вот, написал. И т.з. В результате получается, что, значит, вот что происходит. Значит, я могу... Ну, давайте я напишу, а вы согласитесь, кажется, да, это не противоречит. Значит, итак, да. Результат вот этой деятельности приведёт к тому, что я построил целую последовательность, в которой выполняются какие-то неравенства. И вот я пишу конкретное следствие вот этого всего. Вот такая сумма, в которой живут, значит, в норме разности. Это fnk плюс 1 вычесть fnk. Вот я такую сумму рассмотрю. Это будет меньше единицы. Наверное, меньше не равно это, на всякий случай. Когда тут повесит... А, ну, нет, раз строгий знак, то меньше. Вот так. Значит, это что я сделал? Ну, я фактически, получается, вот взял первое выражение. Вот n1, это вот n1. А сюда вместо k подставил более крупное значение n2. И у меня вот эта разность, она написана, что при k равном единице, это разность вот здесь, как бы, я прочитываю. Она меньше 1,2. Ну, и дальше то же самое. Значит, здесь n2, здесь n3. Это, как бы, вариант вот этой формулы. Как бы, в качестве командникова взяты n3, но только... И тогда второй слогаем меньше 1,4. Всё сложу, вот, вроде так получается. Это я чисто формально складываю. Тут никаких манипуляций не проведено. Просто сумма положительного ряда. То есть я никаких действий не сделал. Замечательно. Ну, хорошо. А тогда, тем не менее, это мне позволяет, всё-таки, нужные мне, так сказать, манипуляции по добыванию кандидата на руль пределы получить. Давайте рассмотрим ряд, который выглядит вот всё то же самое, только с модулями. s от x, это такой ряд. Я беру и пишу вот эти самые выражения в точке x, но по модулю здесь. Сумма fn х плюс первая от x минус fn хт от x. Сумму такую мне не запрещено писать. Я её с самого начала могу записать. Эта сумма, она как бы не отрицательная слагаемая, она всегда существует. То есть эта сумма лежит в диапазоне от 0 до плюс бесконечности включительно. То есть, если, так сказать, не повезёт, она может быть даже если её бесконечности выдаёт. По крайней мере, смысла-то она всегда у меня имеет. Вот. Замечательно. И давайте для этого ряда заведём ещё... Ну, я надеюсь, мы преодолеем эту какую-нибудь... Я хочу частичные суммы. Как их обозначить-то? Индекс называется хаус. Хочу суммировать от чего-то до к большому. Ну, давайте обозначим, что я это приведу. С... Не знаю. Давайте ГМ заведем. Буквка М, слабо. Она там использовалась, а здесь ещё ни разу не использовалась. Вот, давайте. То есть заведём сумму Sn. Это сумма К от единицы до М. Ну, вот того, что там написано. То есть частичную сумму ряда. Из-за того, что у меня всякие большие буковки N заняты, я не могу использовать... То есть это частичная сумма ряда S. Частичная сумма. Сумма. Ряда S. Вот предыдущего ряда S. Так. Хорошо. Ну, что мы можем про это выражение сказать? Если я беру совершенно любой номер этой частичной суммы, и пытаюсь посчитать норму, Lp-норму этой функции. Lp-норму у меня лежат в Lp. Потому что я тут беру разности модулей суммирования. Всё-всё-всё-всё лежит по-прежнему в Lp. Поэтому не запрещено посчитать Lp-норму. Хотя, в принципе, положительная величина Lp-нормы просто можно всегда считать. В крайнем случае ждите, что может быть в качестве неприятности получится бесконечности. Так что это всегда можно. Ну, так, поскольку это просто сумма, то можно писать неразь триугольника. Значит, норма суммы не превосходит суммы. Уже тут иксы я не пишу. Потому что они тут, их тут нет, зачем на них? Причём они тут спрятаны, да? Значит, это просто неразь триугольника. А сумма, которую я написал, это кусок суммы, которая написана сверху. В самом начале вот здесь формулы. После слова тогда, да? Ну, и значит, эта штука меньше единиц. Хорошо. То есть, давайте ещё раз я напишу, что это я тут такое сделал. В этом неразь. То есть, это значит, тут у меня есть функция sm от x. Если я напишу интеграл, x у меня называется пространство, в котором я. Я эту функцию sm от x. Но она не отрицательная. Поэтому я в модуле не к ней не пишу. Я ее возведу в степень 0. А потом в степени одна пэта, то вот это меньше единицы. Ну, одну пэту я изживу. Вот так тоже. Единицу я тоже возведу в степень. То есть, я записал вам то, что самое левое выражение меньше вот этой единицы, и довозвел это в степени по гуслу. Формальный интеграл по мере μ нашей, которая тут вот с самого начала закатывается в этом пространстве с меры. То есть, вот то, что вот эта норма не превосходит единицы, то есть, это вот явно означает, что такой интеграл мы превосходит у нас. Ну, теперь прекрасно. Давайте, значит, посмотрим, что мы отсюда можем извлечь. Значит, smt от x это, ну, вот такое выражение. С ростом m тут добавляется количество с логарием. Это монотонная функция. Она возрастает. Ну, это, впрочем, нам не очень важно. Значит, то, что она возрастает. Ну, то есть, можно использовать, но я даже этого не буду использовать. Значит, важно, что с ростом m, ну, smt от x, раз это частичная сумма ряда, исходит к s от x. Ну, почти всюду, потому что тут, поскольку эти все неравенства, так сказать, написаны. Тут, наверное, в какой-то момент мы можем гарантировать только сходимостью почти всех x. Итого, у нас есть серия неравенств, и у нас есть поточечный предел в подинтегральных выражениях. Ну, тогда у нас есть теорема Фатон, которая говорит, там, знаете, тут даже не надо думать, стремятся ли сами интегралы от s, но для интеграла от s верно тоже неравенств. он меньше единицы. Только с от x, я просто эту степень забыл, степень p. s в степени p. Ну, то есть, получается такая вещь. Я вам завел функцию s, построенную весьма искусственным способом. И, честно говоря, в тот момент, когда я заводил, я вообще не очень-то тут представлял себе, как все работает. И про это s от и гарантируется, что оно существует, но вообще-то, ну, наверное, может быть слишком много где-ра, много бесконечностей. Теперь, после того, как я это все проделал, я вижу, что функция s в степени p дает конечный интеграл. Давайте получаем, что s в степени p – это суммируемая функция. У нее интеграл, она не отрицательна, она почему-то нам дает конечный интеграл. Раз она дает конечный интеграл, то s в степени p почти везде конечна. Ну, значит, s почти везде конечна. s почти везде конечна. То есть, до сих пор я четко понял, что из-за положительной природы здесь при всех x есть возможность сделать предельный переход, но этот предельный переход часто бесконечный. Так, оказывается, нету, знаете, он обычного конечна. Это значит, говоря на привычном языке, как хорошо было в прошлом году, мы можем сказать, что ряд s от x, ну, как бы сходящийся, s от x задан сходящимися рядом. Ну, это значит, что если я рассмотрю точно такой же ряд и без модуля, то вот тот факт, что с модулем сходится, называется, что ряд такого же вида, но без модуля, является просто вот сходящимся на этой теме, в том семестре. Значит, ряд сумма f n a плюс первая от x минус f от x вот такой ряд, он является абс... Подождите, я почти везде потерял, да? Почти везде конечна, почти везде конечна. сходящимся рядом, ну, сходящимся при почти всех x. При почти всех x. А это значит, что вот этот ряд при почти всех x абсолютно сходится. При почти всех x абсолютно сходится. Там, наверное, fнк надо написать. Мы еще не сходим. А, да-да-да, про второе слагаемое надо написать точно-точно. Замечательно. Ну, то есть, теперь получается, что я сейчас, благодаря этому этому этому, сумею вам... Ну, наверное, мне уже, так сказать, вот эти все напоминания не нужны. Теперь уже они собрали. Отлично. Перестройство извлек. Давайте заведем функцию fx. Ну, только единственное, что, может быть, чуть-чуть подправим этот ряд. Добавим еще, так сказать, чтобы он такой совсем был, как бы, так сказать, стал такой супер телескопический. Тут вот, если вы такой ряд суммируете, то у вас, ну, как бы, от чего-то до m, то у вас там первое слагаемое какое-то остается. Да? Частичная сумма такого ряда, как вот, с номером m, чему равна? Ну, вот, вылезет, не сократившись, f с номером m плюс первое, еще вылезет fn первое. fn первое мне не значим. Поэтому давайте вот в качестве f от x зададим такое fn первое, прибавить вот этот ряд. fn k плюс первое минус fn kt. Так, у меня от x, значит, от x. Так, fn kt от x. Мерание полка от 1 без кричи. Готово. Значит, я завел эту функцию f от x. Она задана при почти всех этих. Ряд сходится при почти всех этих. Ну, а еще раз, что это значит? Что такое f от x по определению? Это предел частичной суммы. Частичная сумма вот эта вот. Частичная сумма с номером m. Вот для этой штуки это fn, m плюс первое от x. Потому что частичная сумма этого ряда, когда вы просуммируете только что сказано, это вот это минус f первое. f первое сократится. fn первое. Значит, ну, и таковым образом, значит, если мы пишем для этого ряда частичные суммы, для всего выражения, они вот такие. И то, что f от x заодно этим рядом, означает, что у этих частичных сумм при почти всех x существует предел f от x. Вот это уже дело, это уже хорошо. Значит, в результате вот этих всех моих каких-то фокусов и танцев с губным, я приобрел такие. О, смотрите, тут оказывается, ну, хотя бы вот подпоследовательность, не сама исходная последовательность, ну, ладно, хоть подпоследовательность, не важно. Ладно, сходится f от x прямо в самом привычном смысле, который мне лучше всего понятно, в смысле по точечной исходимости. Ну, почти везде эта специфика пространства, ну, так сказать, тема, поэтому, то, что при некоторых x нарушается, видимо, не очень важно. Значит, да. Но это не та сходимость, которая нам надо. Нам-то желать нисходимость valp. Ну, мы только что в теории обсуждали, что, так сказать, если уж одна сходимость есть, то как-нибудь переконвертируем. Да, сейчас переконвертируем. Значит, что мы должны сделать? Проверим, что fn-то сводится к f valp, да? То есть, как бы, проверять надо то, что норма fn-f. Еще раз. Вид, я нашел с помощью-то последовательности всех маленькой расходимости, я хочу настоящую для всей последовательности, да? То есть, тут уже fn-то без обхактов и вот эти стремится к 0. Так, хорошо. А мы начинали с того, что стартовая информация, которая у нас имеется про поведение последовательств fn, это вот эта фундаментальность. Давайте их теперь сочетать вместе. Значит, мы знаем фундаментальность. Значит, исходная фундаментальность. Теперь я уже в полном виде пишу, не то, что там какие-то ипсионы. Вот оставляю самую первую версию. Значит, для любого ипсиона больше нуля существует номер, что как только m и n крупнее этого номера, Так, сразу норму разности fn и эмоции fn. Дело происходит в ипсионе, значит, номер fp. Меньшая ипсиона. Это общие, так сказать, словечки, милые и понятные в терминах нормы. Но вообще-то наша норма — это интегралы, да? И давайте, так сказать, я тогда запишу последнее утверждение, что это оно такое собой представляет. Но только я в этом наше последнее утверждение возьму в качестве m число вида вот это вот из нашей последовательности. n большое какое-нибудь, неважно какое, катая. Ну, лишь бы оно было крупнее нашего этого номера. Да, мне говорят, подставлять все что угодно. Ну, хорошо, буду подставлять все что угодно. Но я буду подставлять вот из предыдущей подпоследовательности вот это вот n большое и ты. Ну, и раз, бывает, подставлять большие значения, ну, я буду, подберу такой k, чтобы оно было большое, да? И как только я одно подобрал, то все больше я тоже, если что, могу подставить. Моя последовательность возрастает. Значит, и тогда вот для этого у меня получается такая штука. Значит, вот это интеграл — это как бы, на самом деле, что такое? Вот я должен написать f m кат минус f, по этой степени, да, по этой степени. То есть это как бы интеграл fn qu, по x, f n t минус f по этой степени, d nu. Сейчас. Что-то f n t, да, я вот, какие были индексы, такие остались. f n qt минус f n t, вот так, да? я просто переписываю вот это равенство, что оно мне дает. Я переписал его левую часть, но я довозвел норму в пятую степень, значит и правую часть тоже довозведу. Вот последнее подчеркнутое выражение, вот оно же шифровано для наших пространств. Вот оно говорит о том, что fn это такие функции, для которых вот с этой преампулой выполняется такое интегральное неравенство. А при этом, при этом мы знаем, что вот эти штуки почти везде сходятся к f. Это значит, ну раз первое слагаемое с ростом k, при k, стремящемся к бесконечности. Значит, первое слагаемое при почти всех x сходится к f. Ну давайте, как сказать, рассматривать вот это подинтегральное выражение как, значит еще раз, как только я выбрал какое-то одно nk, при больших k я тоже имею право писать. Мои nk возрастают. Поэтому, значит, здесь я это интерпретирую как целую серию неравенств, где k растет. Ну, может быть, не со единицы растет, а из какого-то какого-то специально подобранного значения, но дальше просто растет по последующим полутуральным числам. k растет. Значит, я рассматриваю поведение подинтегральной функции с точки зрения, как оно меняется. Второе слагаемое фиксировано. Значит, первое стремится к f. Все остальное фиксировано. Значит, вся разность стремится к f минус fn в степени p, почти всюду, почти всех x. Подинтегралом можно сделать такой предельный переход. Подинтегральное выражение так себя ведет. И тогда отсюда я делаю вывод, что по теореме, все той же теореме Фату, которую я уже сегодня, так сказать, применял, у вас есть серия неравенств. Вы знаете, что есть поточечная исходимость, вы знаете, что подинтегралами положительные увеличения, неотрицательные. Значит, в этой серии неравенств можно, мы не очень понимаем, сходится ли интеграл к интегралам, но предельная функция тоже удовлетворяет интегральному неравенству. Получается интеграл f минус fn в степени p, примен, меньше всего в степени p. То есть, что мы получили? Мы получили, значит, еще раз, вот это все вот с этой преамбулой. Для него и y существует номер, что когда вы выбираете n маленькое, крупнее. Мы еще n катая выбирали, но потом по n катам мы сделали переход, значит, оно пропало, но все остальные остались силами. В силе, значит, назначение перемена для его y существует номер, такой, что при всех n больше этого номера, m пропало вместе с k, выполняется финал. А финал нам говорит, что норма fn минус f в степени, ну, просто меньше всего. Это как бы возведенная, опять, степень 1 p, если извлекаем корень по этой степени, то вот получаем как-то интеграл, это норма разности. Вот если еще возвести в степень 1 p в обе части, ну, вот у вас получится вот так. Готово? Это определение предел, оно получилось. Все, значит, прям по определению fn минус f по норме rp стремится к нулю, то есть fn с вольтска f. Вот. О-о. Так, замечательно. То есть, получается, что мы преодолели, да, сегодня такой, значит, день тяжелых теорем, да? То есть, преодолели вторую теоремию. Ну, хорошо, значит, и того, замечательно. Я вам собирался рассказывать теорию, в которой фигурует пространство rp бесконечности. Это высококачественная теория, они прекрасно, так сказать, работают всякие аналитические конструкции, потому что делают полные пространства. Прекрасно. Тысяча новостей. Так, хорошо. Теперь я хочу, наверное, поскольку у меня очень много времени осталось, открыть такой вот новый сюжет, так сказать. Не новый сюжет, а новый поворот сюжета. Я, по-прежнему, присматриваю в пространство rp. Но я хочу к ним подойти с точки зрения того, как этот компьютер подходит к вычислениям веществ. Все-таки, сейчас, кто живет в компьютере, оно так, наверное, все-таки представлено конечными, какими-то, десятичными числами, если, или, там, творичными числами, да? Поэтому как-то идея, что в компьютере происходит вычисление вещественное, оно такая, ну, как бы сказать, не совсем что-ли точная фраза, или фраза, требующая какого-то такого художественного понимания. Значит, мы на самом деле понимаем, что у нас есть рациональные числа. Например, конечные двоечные дроби. И что эти рациональные числа все-таки точные. Поэтому если я начну от каких-то вещественных вычислениях, мы всегда можем подобрать к вот этому нашему вещественному числу, там, корню из двух и π, какое-то подходящее, очень хорошее приближение, и, в принципе, дальше считать приближение. И все у нас получится. То есть реально мы занимаемся рациональными вычислениями, а говорим, а вот мы прекрасно все вычисляем в R, где, значит, на самом деле существенно больше чисел, чем рациональных. Рациональных счетов, а всех остальных, оказывается, существенно больше. И мы вот эту идею эксплуатируем. Я хочу примерно такой же, такой же синичный подход, значит, применить в пространство леппайл. Ну да, там в пространстве леппайл, чуть-чуть какие-то исходимости или что-то. Вам нужно писать какие-то интегралы, какие-то сложные вещи. Я не хочу писать сложные вещи. То есть, как бы, жизнь меня будет заставлять работать со сложными функциями f. А я хочу их приближать простыми функциями, какими-нибудь такими, про которые я вот все хорошо быстро понимаю, быстро считаю и тому подобное. То есть я хочу вот сейчас, ну, такую заготовку сделать. Например, как в R мы имеем технически удобные рациональные числа, с которыми мы с легкостью все проделываем. Я хочу такого же сорта заготовку завести какое-то перспективное, полезное множество таких несложных функций, которые живут в леппайл, которые это леппайл, ну, как бы, все доплатные в этом леппайл. Ну, давайте, хорошо, это определение для начала. Значит, x, ρ, метрическое пространство. Ну, или, может быть, давайте нормированное пространство. Пусть они, что уж там на метрическое испугать, хотя это метрическое определение. То есть тут не надо, не нужна возможность, прогноз-телинейное пространство не требуется. То есть пусть у нас L и норма, это нормированное пространство. Значит, множество A, ближайшее V, называется плотным. Ну, обычно для убедительности это, надо добавить слово «всюду плотным». И, честно говоря, тогда, как бы, ну, совсем уже убедительно терпим его нет. «Всюду плотным». Ну, такое совершенно ясное слово. Вообще, его можно пропустить, можно говорить просто плотным. «Всюду плотным» в L. Если для любого x, принадлежащего L, и для любого ε больше нуля, существует A, принадлежащий A, такой, что x-A, по норме меньше ε. То есть, если у любой точки, сколь угодно близко, по близости находятся точки из множества A. «Всюду плотным». Это ровно тот эффект, который имеет рациональные числа. Возьмите любое вещественное число, там, вблизи него, с какой угодно, какой угодно радиус окрестностей закажется, там есть рациональные блюда. «Всюду плотным» «Всюду плотным». Вот, значит, это плотное мышление. Ну, и идея, я уже сказал, значит, хочется завести в сложном пространстве какие-нибудь простенькие, вот так сказать, по возможности уж, насколько это будет получиться, функции, которые возьмут на себя тяжесть всяких технических вычислений. Сама функция измеримая, или какая-то суммируемая, она может быть достаточно хитрой, а желательно как-то научиться считать что-то простенькое. Вот так первая лема такой сон, да? Она такая, давайте строить по самому стою 5, то есть, как обычно, берем пространство с меры X, берем совершенно любое P, в том числе бесконечное, то есть от единицы до бесконечности включительно, и утверждение, которое, можно сказать, ласкает слух. Значит, множество ступенчатых функций, а, у нас написано слово тогда, да? Перед этим. В смысле, что ничего не дано, просто мы работаем с типичным пространством L-P. Утверждение, множество ступенчатых функций плотно в L-P X-MU. Вот такая. Замечание, на всякий случай, напоминание. Ступенчатые функции, у нас как получается? Берем пространство X, разбиваем на конечное число честей, и на каждое число назначаем свое значение, но с ограничением. Мы эти ступенчатые функции создавали подфункции, с помощью которых создавали интеграл, и нам не нужны были ступеньки, которые, условно говоря, бесконечные по мере, а при этом обозначение функций там не нулевое. Значит, вот, в ступенчатых функциях я пользуюсь соглашениями. То есть, если в F лежит L-P и, скажем, T, следовательно, мера множества тех точек, где F не равно нулю, конечна. То есть, само пространство может иметь бесконечную меру, но если вы хотите, чтобы ступенчатая функция помещалась в L-P, вы не можете, даже если вы позволяете ступеньки, как и угодно, то для функции из L-P вы не можете себе позволить ступеньку над множеством бесконечной меры так, что при этом F не равна. Нельзя. Если функция равна единице на множество бесконечной меры, она не влезет в L-P. Если хотите, можно так это понимать и оттуда выдаются вреды. По-моему, я в самом начале просто декларирую. Как бы ни было вот это вот, так сказать, общий такой принцип всегда выполняющийся. Ну и доказательства лембра. Давайте доказать. Значит, так получается, что вопрос о плотности это вопрос о том, что что-то близко от нашей точки найти, найти близко по мере, по норме, а норма, норма, норма у нас разными способами записывается при P равном бесконечности и P равном единице. Кроме того, само пространство L бесконечность в силу того, что оно как бы получено предельным переходом из Lp, в нем некоторые свойства портятся. Поэтому вот здесь у меня включаются бесконечности, это правильно, она тут выполняется. Но вообще есть много теорем, которые работают в Lp, но не работают в L-бесконечности. Здесь не так. Но в любом случае получается, что с L-бесконечностью часто, хотя она и в общем серийном случае находится, надо какое-то отдельное рассуждение, потому что там портят другие формы. Без интеграл. Ну хорошо, давайте с точки введем L, пусть по равной бесконечности. Так. Хорошо. Значит, давайте вот нам дана функция. Значит, что мы будем делать? Мы берем F. X хотел, но все-таки у нас функции, давайте уж их не будем искать привычными значками. Я беру F из L-бесконечности и хочу искать поблизости ступенчатую функцию. Я пока смотрю. Значит, ищем поблизости ступенчатую функцию. Эти слова ничего не означают, это просто наша цель и указание. Вот надо вот туда двигаться. Так, наша цель и лейца. Хорошо. Действие первое. Ну, значит, еще раз, L-бесконечности это же классы функции. Это я говорю, функция упрощая речь. На самом деле, она, ну так сказать, не совсем функция, а именно такая функция, которую при желании можно менять на множество мер и 0. А сам тест на вхождение L-бесконечности, оно должно не превыходить, ну вот, есть значок, F, по модулю не превыходить вот того, что мы обозначили в L-бесконечности. Существенно, супремно, это вот наша норма. И, значит, функция F, если вы взяли, должна удержать вот эту инструкцию почти везде. Раз он существенно исправил, то разрешается нарушать на множество мер и 0. А наша функция с самого начала может быть испорчена, так сказать, если вы берете как функцию, значит, вот у нее, так сказать, она может не заново быть на множество мер и 0, к примеру, ну или как-то так, да? Значит, хорошо. Итого, значит, вот мы взяли функцию F, ну, для определенности представителя какой-то класса из-за исключения, смотрим на это неравенство, видим, что вообще-то оно нарушается почти везде. Ну, так давайте сделаем поправочку. Давайте подправим функцию F на то множество где-то неравенство нарушается, где-то нарушается, положим нашу на 0. И за счет изменения на множество мер и 0 можно считать за счет изменения F на множестве мер и 0 значит, считаем, что для любого X модуль F превосходит норму F хоть бесконечно. Она вот такая строго строго ограниченная вообще просто во всех точках конечная не превосходит вот этой вот сверху ну, тогда работает теорема характеризации положительных измеримых функций ну, просто измеримых функций да, давайте я сформулирую тогда по теореме характеризации измеримых функций с помощью ступенчатых по характеризации измеримых функций с помощью ступенчатых по теореме от этой характеризации существуют такие ступенчатые функции F и N которые обладают свойством. Но функция f вообще-то не положительная, а основная теорема положительная. Давайте подстроимся. fn равномерно сходится к функции f с плюсиком. Забыл я уже, где плюсики писались. И существует ступенчатый fn, который равномерно сходится к отрицательной среде. Я здесь использовал уже, казалось бы, давно забытый значок равномерно сходимость. Там так устроено, там теорема уже была. Помните, мы брали положительную функцию. Мы говорили, вот она положительная функция, ну вот, значит, до точки n квадрата, до точки n мы там нарезаем у нас определение. И в результате те ступенчатые функции, которые мы устроили, они автоматически, ну, по крайней мере, вот в той части точек, которые отвечали вот этой картинке, вот этому хвосту на бесконечном уходящем, там отличие функции от f от x от f от x было меньше 1 n. Ну, а наша функция ограничена, значит, начиная с какого-то номера вся картинка, это имеющая отношение к функции f, будет находиться в этой конечной части, и там автоматически все фиенты идут во всех точках отличаться от f от f меньше, чем на 1 n. Это для положительной связки, так же для отрицательной. Вот. Ну, замечательно. Ну, собственно, все. Готово. Значит, фиен плюс псиен равномерно сходимость f. Да, минус, да. Фиен минус псиен, точно, точно. Ну, и этот фактор номер сходимости, он прекрасно совместим с нормой, да. Норма в l бесконечности что говорит? Она говорит, давайте посчитать норму разную, ну, вот, как бы, проверить, что... Я тогда утверждаю, что фиен минус псиен сходится к f в l бесконечность. Так, сейчас я это проверю, но давайте еще раз целеполагание. Я что хотел? Найти поближе ступенчатую функцию. Ну, вот фактически я построил. Я построил последствия ступенчатых функций, которые с ростом n приближаются к f. Поэтому, что ли больно близко к f, вот такого сорта ступенчатого парижа. Я это выполню. Теперь, почему это выполнено? Ну, потому что что это значит? Вот это приближается к этому в l бесконечность. То есть, норма разности бесконечность вермиц к нулю. То есть, вот этот вот запись означает, что супремум. А вообще-то существенный супремум, но так, как мы обеспечили привычность, то можно вот эту существенность, первую добавочку убрать. То есть, в супремум разности, f минус fiен минус псиен, вот в супремум разности, норма разности с вермиц к нулю. Так, это истрономерная сходимость. Если это тут поточечно всюду имеется, то как бы тот факт, что, так сказать, при больших номерах во всех точках это отличается мало от этого, означает, что при больших номерах это супраммаленький. В данном случае, значит, то есть сходимость бесконечная, то существует равномерная сходимость. Ну, она чуть-чуть подпорчена вот этим. Видите, вот в этом месте мы обошли. Вот, так, замечательно. Ну, а второй вариант, это уже про интегралы, и, с одной стороны, это кажется, может быть, психологически кому-то решено все еще как-то тяжеловесным, но, вообще-то, это вот чуть ли не формула, все время повторяются одни и те же, которые я писал. Ну, ладно, мне проще, наверное, быстрее получится, если я просто напишу. Общий случай для P меньше бесконечности. Значит, второй случай P меньше при бесконечности. В этом случае, значит, ну, давайте разберем простой пример, когда у нас F неотрицательная. Вот здесь срезки возникли, но вот я, чтобы тоже к срезкам сводиться, разбираю пока отдельный случай неотрицательной функции F. Значит, F лежит только P. Ну, тогда вот наша теорема характеризации говорит, что существуют ступенчатые функции, существуют ступенчатые функции, вот, ну, Fn, видимо, их стоит позносить, Fn, которые возрастают, и в каждой точке сходится к F. Стрелочка вверх означает возрастание, да? Они стремятся к F, возрастают. Ну, тогда, значит, если вас интересует норма разности Fn-F в пространстве P, это что значит? Это значит, что, это значит интеграл. Давайте я напишу так, F-Fn, они возрастают к F, F большое, F маленькое, то есть, вот, без разницы же, как там под модулей писать. Я напишу F-Fn в степени P. Давайте, опять, чтобы не писать по этой степени норму, я зайду в по этой степени, да? Ну, хорошо, значит, мы это уже проходили, значит, вот выражение, которое тут, значит, написано. Первое слагаемое, оно по модулю равно модулю F, второе слагаемое, это Fn, которое по модулю меньше модуля F. Разность, оно на самом деле меньше модуля F даже, в степени P. То есть, это наличие такой, как бы, суммируемой рамки, функции F в степени P, суммируемой. А здесь я пользуюсь тем, что это просто вычитание большого-маленькое, поэтому, в данном случае, вот, в теореме, которая была перед, перед полнотой Lp, да, я оценивал, писал 2G в степени P, потому что я безотносительно к знакам смотрел на эту разность. А здесь я знаю, что это большое положительное, это маленькое положительное, разность меньше по модулю, чем модуля. Здесь я так циничнее, например. Ну, как бы то ни было, вот, пожалуйста, значит, мы знаем, что здесь поточная сходимость Fn сходится к F, потому что это так построено. А с другой стороны, есть суммируемая же рамка, значит, по теореме Лебега, раз разность стремится к нулю, то интеграл стремится к интегралу от нуля, от нулю. Ну и, собственно, все, значит, то все. Я для функции F, неотрицательный, подобрал последствия Fn, которые в смысле нормы приближаются. Значит, Fn сходится к F в Lp, опять достигнута цель, вблизи F, и всегда можете в окрестности найти функцию Fn. Ну, а на случай, когда F произвольного знака, вы пишете F равно F с плюсиком, вычесть F с минусиком, ну, с легкостью, так сказать, подстраиваете опять такую штуку. Ну, вот, возьмем штуку. Представляете, я даже, что это штука, у тебя тоже какое-то очевидное предложение. Смолимое время. Ну, и все. Вот торжественный момент. Итого, как только у нас возникнет техническая заморочка, что бы нам делать со сложной функцией в Lp, ответ такой, быстренько подбираем рядовую ступенчатую, и ступенчатую, это вообще дискретный вопрос, что конечная сумма, интегралы здесь все считаются, прекрасно. Выглядит как очень хороший стартовый такой универсальный метод, который позволит все-все понять. И вот, кажется, все.